Всем привет! В сегодняшнем видео мы поговорим о голеностопах и их прокачке. В легкой атлетике и других видах спорта крепкая стопа играет немаловажную роль. Конкретно в легкой атлетике позволяет исключить проседание отталкивания, что способствует увеличению скорости, увеличивает частоту движений, снижает риск травмирования. Главная функция крепкого голеностопа это фиксация человеческого тела в вертикальном положении. Следующая функция обеспечения ходьбы и бега. Было бы все идеально, если бы не одно «но». Некоторые люди рождаются с плоскостопием. Оно бывает поперечное и продольное. Это может вызывать неприятные ощущения из-за неправильной постановки стопы. Конечно, это исправило. Все зависит от вашего желания. Профилактика и лечение плоскостопий происходит путем укрепления различными упражнениями и соблюдения некоторых правил. Грамотно подбирайте спортивную обувь, но это недостаточное условие. Также большую роль играют ортопедические стельки или супинаторы. О них поговорим в следующих видео. Следите за техникой бега, конкретно за постановкой стопы. Данные правила касаются абсолютно всех. А теперь поговорим о упражнениях. Рассмотрим основные. Скакалка. Самый интенсивный вид кардио при минимальной нагрузке на суставы. Улучшает координацию. Прыгать нужно невысоко и стараться не опускаться на пятку. При приземлении слегка сгибать колени. Для амортизации. Выполнять упражнения желательно на мягком покрытии и в амортизирующих кроссовках. При полоскостопии прыжки без обуви увеличивают нежелательную нагрузку на сустав. Подъемы на носках на возвышении. Отлично растягивают икроножные мышцы, увеличивают гибкость галеностопа и укрепляют связку. Можно использовать любой порог или положить что-то. Встаньте носками на возвышенность так, чтобы пятки, опущенные на пол, были ниже вашей опоры. Теперь медленно поднимитесь до максимально возможной высоты на носках и опуститесь обратно. Делайте его 20 раз. Самый эффективный способ укрепить галеностоп – перемещение по полу при помощи пальцев ног. Становимся и пробуем себя проталкивать вперед, сжимая пальцы ног. Главное не помогать себе телом и прыжками. Прыжки на ступеньках или любой другой ровной завышенности. На двух или одной ноге. Если это ступеньки, то прыгаем на каждую ступеньку либо через одну, при этом не касаясь пяткой. Более сложный вариант – запрыгивать через одну, затем спрыгивание. Получается своего рода продвижение с высокой нагрузкой. В данном упражнении можно немножко помогать себе руками. Если это завышенность, тогда просто запрыгиваем и спрыгиваем. Для крайнего упражнения вам понадобится теннисный мяч, который будет выступать в роли массажера. Это отличный и недорогой способ снятия напряжения. Подходит для точечного массажа глубоко расположенных мышц. Его нужно будет катать по полу ногой. Катать необходимо очень медленно. Двигайте мяч по длине стопы от носка к пятке, массируя подошву ноги. Мяч расслабляет связки и сухожилия стоп. Это идеальный вариант самомассажа. Для поддержания эластичности связок и гибкости суставов нужно регулярно проводить растяжку. Вращение стоп. Тяга носка к себе обратно. Боковые наклоны. Запомните, хорошее состояние эластичных связок снижает риск возникновения боли в стопе. Сильная стопа – залог сильных результатов. На этом все. Если вам помогло данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok